Hi guys! Как я и обещал, мы сделаем обзор нашей квартиры. Добро пожаловать! Начнем с ванной комнаты. Здесь у нас стоит стиральная машина, туалет, окно. Вот с таким видом ванная и за дверью душевая. Выходим из ванной, попадаем опять в коридор, дверь, домофон, видео. Ну а теперь переходим в спальню. В спальне у нас стоит кровать, есть шкаф зеркальный, тумбочка, еще одна тумбочка и выход на улицу. Большое окно. Здесь у нас зеркало, здесь для обуви и прямо напротив зеркала дверь. Ну туда заходить не будем, это детская. По коридору с левой стороны еще одна дверь. Это гостевой туалет, здесь есть раковина, зеркало, ну и сам санузел. Ну и теперь сама святых. Это зал, совмещенный с кухней. В зале у нас стоит большой диван, здесь есть кнопка, на которую нажимаешь и диван начинает вот так вот, таким образом выезжать. В принципе три человека прекрасно могут поместиться на этом диване. Панорамные окна напротив дивана тоже с выходом во двор. Вот ручка, так она открывается и можно полностью выйти. Вот это интересные батареи. Кому-то они нравятся, кому-то говорят убожество. Ну поделать мы ничего не можем. Изначально, когда дом строили, такие батареи были предусмотрены. Ну и здесь же опять у нас панорамное окно. Одна часть закрытая, которая находится за телевизором. Там ралады просто закрыты. И это уже непосредственно выход на саму террасу. Так можно зайти на кухню с этой стороны. Тут есть тоже окно. Ну а теперь переместимся в зону отдыха. Соответственно, когда тепло. Здесь у нас пальма. Здесь у нас такая новогодняя подделка со свечой. Газовый мангал Weber. Лужайка есть. Кран с водой. Диванчик, столик. Ну еще были два кресла. Ну на зиму мы пока что убрали в подвал. Ну соответственно да, в этом доме есть подвал. Подземный гараж. А мы тем самым делом срываемся в магазин, потому что у нас нет удлинителя. У нас два есть, нам надо три. Поехали с нами. Там все увидите сами. Это будет интересный обзор нашего магазина. Олзгол. Продолжение следует... Продолжение следует... При входе в магазин у нас опять продаются куча игрушек новогодних. Вот такие инсталляции. Ну а мы непосредственно заходим в сам магазин. Здесь все то же самое. Ну и попадаем в сам магазин. Магазин очень большой. Смотрите, в ту сторону и в другую сторону. Ну и соответственно еще туда и выход на улицу. Так, ну мы взяли удлинитель. Сейчас хотим еще... Вот такой, кстати, удлинитель мы взяли. 25 метров. И сейчас мы пройдем просто по магазину. Нам надо посмотреть еще кое-что. А вы можете вместе с нами смотреть. Так, ну все, что связано со стройкой. Это вон там. А здесь уже начинаются как бы цветы и все прочее. Опять же гриль. Это гриль от Шарброй. Вот такие вот. Ну это как бы дешевенькая фирма. 369. Ну вот такой вот он. Как-то вот так вот. Всякие соусы. Барбекю соусы. Чили соусы. Это отдел полностью веберовский. От фирмы Вебер. Здесь можно купить всякие щипчики. Резать птицу. Смазывать панели. Решетку. Кулинарные книги от фирмы Вебер. Перчатки от фирмы Вебер. Кстати, перчатка стоит одна. 13 ойра. Ну а здесь уже сами грили от фирмы Вебер. Это новый Вебер Пульс. Есть 2000. Это тысячный. А есть еще 2000. Цена на него 499. Ну он электрический. Я вам скажу, очень классный даже. Здесь искусственные елки. Кстати, вот елка. 79 евро. Ну, так себе. Ребят, смотрите, попали мы в какую сказку. Пойди, должен паровозик еще ездить. Смотрите, типы грилят. Вот тоже гриль Вебер. Почти 1400. Тут уже 4 конфорки. Так вот он выглядит. Вот коврик Веберовский. Подкладывать под гриль. Цена на него 29.99. Так вот смотрите, какие из железа ржавого сделаны маятники. Вот такой маятник из железа. И цена на него 189 евро. Вот чуть поменьше маятник. Вот такой. Вот этот, наверное, не полтора метровый. Цена на него 149 евро. Вот смотрите, газовый баллон. Раньше был, да? Из газового баллона сделана вот такая вот штуковина. Роллинг Стоун. Это вырезано. Для чего? Правда, я не понимаю. Цена на этот газовый баллон 279 евро. Вот такая Байер Мюнхен. Болельщика футбола немецкого. Урна или что это? Мусорка какая-то. Вот смотрите, какая прикольная елочка. Как она классно сделана. И она тоже продается. И цена на эту елочку. Ну, полторы тысячи евро. И буквально эта елочка. Вот метр высотой, если не считая горшок. Вот горшок. И вот елочка. Полторы тысячи евро. Ну, а вот пальмы. Вот такая вот у меня на террасе растет. И цена этой 349 евро. Вот такая пальма есть. Вот смотрите. Глобус какой. Цена на этот глобус 400 евро. Нет, тут любой сварщик такую конструкцию сварит за один день. Вот. Тоже из ржавого железа. Вот такая вот башня. Эфелева, да? 400 евро цена. Вот маленькая елочка. Ну, вообще, очень прям маленькая. Но очень красивая. И цена на эту елочку. 539,99 евро. Вот есть вот такая елочка. Тоже чуть-чуть другая. Вот оливковое дерево. Цена на это дерево 179. Вот, два одинаковых. Ну, оливок здесь на нем нету. Есть вот такие огромные елки. Сколько она, наверное, метра два высотой? Ну, да. Даже два с половиной. Пушистая вот такая вот. Подержи. И цена на эту елку. Не знаю. Ну, елка очень большая вот такая. Есть вот такой камин. Уже с дровами, наверное, даже продается. 2472. Так он открывается. 328. 1679. Ребята, надеюсь, вам понравился обзор, сравнение. Теперь можете сами сравнивать цены. Делать выводы. С вами был Стасян. И пока. Стасян. И пока.